Чем ближе к Мариэл, тем шире, спокойнее и величавее становится Ветлуга. Здесь река совсем другая, не та, что у истоков в Кировской и Костромской областях. Наталья Синяева, журналист Борского телевидения, знает об этом не понаслышке. Она принимала участие в экспедиции «Вся Ветлуга» едва ли не с самого начала. Тут Ветлуга совсем другая. Она, во-первых, широкая, она приветливая, она с такими берегами, где можно пристать, в отличие от Костромской и Кировской области. То есть она родная, потому что там она вообще была неприступная. Это географически. И огромное количество населенных пунктов. То есть ты уже чувствуешь себя, тут люди везде ходят, не медведи, не бобры. Река меняется, но не меняются люди. Они что вятичи, что костромичи, что нижегородцы, ведь Лугая или Ветлужане повсюду очень приветливые и душевные. И песни у них с давних пор похожи. Вот одна такая в исполнении старейшей жительницы деревни Аненко Воскресенского района Татьяны Семеновны Ремневой. Что-то подобное мы уже слышали в Костромском по Ветлужи. Сколь красива и беда, плохая дета, никто замуж не берет, да девушку за эту. На всем протяжении реки Голубых Туманов ее ли в обережье заселено заметно хуже. Но если появлялся где редкий Крутояр, там обычно наши предки обосновывали свои деревни. А тот, что ниже Аненки, и вовсе вошел в историю отечественной кинематографии. Кто думает, что художественный фильм Александра Прошкина живи помни, снимался на Ангаре, сильно ошибается. Ангара теперь уже стала совсем другой. А вот Крутояр под Краснояром как нельзя лучше подошел для натуры. В этом фильме снимали Сергей Маковецкий, Владимир Епифанцев и Дарья Мороз. Вот что рассказывала она тогда во время съемок. Шикарная роль, шикарный материал, современный, про любовь какую-то совершенно необычайную. Про Краснояр отдельная грустная песня. Поселок лесозаготовителей и сейчас выглядит в общем-то неплохо. Это если сравнивать с другими такими же лесными поселками Поветлужья. И молодежь здесь еще живет, но говорить о лучшем будущем Красного Яра тоже не приходится. Похоже, все лучшее у него позади. Вспоминает сторожил поселка Софья Павловна Замятина. Первые впечатления у меня были замечательные. Что поселок строился, развивался, перспективный. Руководство было очень хорошее. А то и счастливые в советской поре в жизни Красного Яра остались лишь воспоминания. Жалеет, конечно. И пароходы часто вспоминаем. И недавно вспоминали, как ходили пассажирские пароходы. За рекой следили. Сейчас и за рекой красноярцы следят все меньше и меньше. Вроде бы кругом красивейшие места, а отношение к ним оставляет желать лучшего. Наша команда, несмотря на все это безобразие, которое творится на краях чудесной реки Ветлуги, она продолжала убирать то, что люди мусорили, мусорят и будут мусорить. А мы убирали, убираем и будем убирать. Потому что мы просто любим Ветлугу. И всем то же самое советуем. Костяк очередной команды парочника составляли журналисты, газетчики, телевизионщики, блогеры. Для них встречи с интересными людьми, как хорошая наживка для рыбы, то бишь повод для новой заметки или сюжета. Были и встречи другого рода, как у Марины Костровой, журналисты телепрограммы «Наш край» со своим детством. У меня баба был капитаном грузового парохода ГТ-251. Это такой прям легенда Ветлуги, можно сказать. И так получилось, что при встрече с Иваном Замысловым, который давно занимается изучением судоходства по реке Ветлуга, на одной из открыток, которые он выпускал, на которых он описывал все это, я увидела тот самый пароход. И у меня даже слезы на глазах, я вся покрылась мурашками. Это была такая встреча с детством, сейчас есть такое модное слово «флэшбэк». Терпеть ненавижу иностранщину, когда можно говорить простыми русскими словами. Но такой вот получился у Марины флэшбэк или обратный кадр. Со мной водились, уж как умели мужики. И в итоге они решили, чтобы я их там особо не сильно дергала, не доставала. Они мне сварили, качель сами сделали, рядом с капитанской рубкой. То есть у меня рулил папа, а я сидела такая и над Ветлугой раскачивалась на качели, пела песни, сочиняла сказки, истории. Мне еще тогда один мужик сказал, ой, ты вырастешь каким-нибудь писателем или журналистом. Год назад завершилась эколого-краеведческая экспедиция «Вся Ветлуга от истоков до августия». Но мы продолжаем свой неспешный рассказ об этом интересном и не совсем обычном походе на самодельном паруснике. Такой вот получается флэшбэк по-ветлушски. Александр Грачев, Олег Костров. Специально для программы «Время новостей». Субтитры создавал DimaTorzok